Можно по-разному относиться к гороскопам. Кто-то свято верит в них и каждый свой день начинает с прослушивания прогноза на ближайшее будущее. Кто-то не верит в них и считает полной ерундой. Рассказываю вам в шуточной форме о каждом знаке зодиака в отдельности. Овен. Баран, он баран есть, всегда прав. Проще убить сразу, чем начинать с ним спорить. Потому что переспорить Овна возможно только в одном случае. Если он слепо глухонемой, без руки и без ноги инвалид. И то есть огромный шанс, что даже в этом случае он все равно покажет вам свой причиндал. Зато Овны честные, иногда такие честные, что аж зубы сводит. Предельно честно ответит, если вам не идет стрижка или платье полнит. С этим ничего не поделаешь. Придется смириться или убить, как уже говорилось выше. В домашних делах Овен, как правило, бесполезен. Он умеет только генерировать гениальные идеи. А прахом бытия старается подошв не сквернять. Впрочем, если дать Овну понять, что стрелец моет полы лучше его, костьми ляжет, но будет каждую субботу канифолить ваш паркет. Потому что нет на свете вещи, которую Овен бы стрельцу уступил. С Овном никогда не бывает скучно. Этот знак обладает каким-то кармическим талантом искать приключения на свою прекрасную жопу. Легко и быстро умеет зарабатывать деньги. Но бабло, как гордый и принципиальный тип, ненавидит. Поэтому старается моментально от него избавиться. При этом всегда имеет какие-то заначки, которые вообще-то гораздо приличнее иметь деве. Из-за непроглядного разгильдяйства про заначки забывают, что очень на руку сердечному другу Овна. Особенно, если друг этот – близнецы. Телец – это писец, и больше про этот знак мне сказать нечего. Еще упрямее Овна, но не обладает его очаровывающим небрежным разгильдяйством. Плюшкин способен веками любовно хранить в доме всякую ненужную ерунду. Очень удивляются, когда все эти поломанные транзисторные приемники, шарикоподшипники, ветош, макулатуру и прочую лабуду пытаются определить на помойку. Постоянен в своих привязанностях, в том числе и к человеческому говну. Из-за чего бывает несчастен в любви, увы. Подозрителен до усеру. Ревнивый, ни разу не новатор. Поэтому на первый взгляд может показаться унылым мудаком. Тайный извращенец. Страхаться любит до потери пульса. Недоверчив к новым людям, но для старых друзей порвет на груди последнюю бязевую рубашку, а на жопе волосы. На какой фиг друзьям рваная рубашка задуматься в принципе не способен. Альтруист, хотя постоянно получает за это по морде. Близнецы. Близнецы это очень круто, если он один. И совсем абзац, если их хотя бы два. Могут трындеть без остановки хоть трое суток и ни разу не повторится, что в общем-то прикольно, но иногда утомляет. Близнецам обычно все завидуют, потому что он и жнец, и чтец, и на дуде, и грец. Проще говоря, в каждой жопе затычка. Но никто не догадывается, как на самом деле трудно близнецам выжить и выбрать в этом огромном мире возможностей. Им всегда кажется, что жизнь проходит стороной, даже если он по уши в говне в событиях. Любит трахаться, жрать и получать новую информацию. Лучше всего одновременно. За это слывет извращенцам, хотя на самом деле он просто экономит время. Феноменально ленив. 90% своей бурной деятельности разворачивает только для того, чтобы от него отстали и оставили в покое. Производит впечатление пиздобола, хотя на самом деле не дурак. Почитать в перерывах между разгильдяйством Канта и Киркегора. Чтение зачастую все равно сопровождает идиотским смехом, что очень мило смотрится, потому что юмор у Киркегора действительно может найти только близнец. Сентиментален, как последняя портовая шлюха. Верит в романтику, хотя постоянно от нее открещивается и демонстративно скалит зубы над теми, кто о ней говорит. В любви обычно несчастен, так и хочется сказать, потому что верит в романтику. Потому что терпеть постоянно устраиваемый близнецом феерии идиотского веселья и веселого идиотизма в силах только овен. А на всех близнецов говна не хватает. Рак. Боюсь показаться предвзятой, но гаже рака нету знака. Рак мнительное чмо. Постоянно надоедает всем вопросами типа. А если я сяду в джакузи после Педро Франческо, который, конечно же, дрочил под водой на мой светлый образ, не забеременею ли я? При этом рака абсолютно не волнует, что у него нет джакузи и вообще он мужик. Склонен постоянно воображать, что конец света. Пугаться собственного воображения. Впадать в истерику и прибегать к деве за утешением. Брезглиф на необитаемом острове обязательно сдохнет от голода, потому что физически не способен сожрать продукт, не завернутый в полиэтилен, а валяющийся, скажем, под пальмой. Трахаться любят, но как-то без огонька. Впрочем, если захочет, может дать жару, но потом сожрет себя с говном за то, что так старался, в общем-то, зря. Женщины раки – это как раз те, кто смотрит порнуху с надеждой, что в конце все непременно поженятся. Любят долго и мрачно трындеть на тему собственных болячек и прочих жизненных неудач. Чем отпугивают от себя всех, кроме тельцов? Они еще более нудны в вопросах, касающихся собственного организма. Верные – потому что боятся хламидий и трихомоноза, склонны к пьянству и философии, и то и другое обычно до добра раков не доводят. Лев Людей делят на два сорта – свита, которая допускается к телу, и халуи, об которых точит кости и зубы. Эгоист, конечно, но льву эгоизм прощается за его святую и непоколебимую веру в собственную офигительность. Падок налезть – с помощью нее из-за льва можно вытащить все, что угодно. Великодушен и не дурак, сам над собой посмеется. Всем остальным от насмешек над львом стоит воздержаться, если нет желания провести оставшиеся часы мучительного существования в реанимации с колом в животе. Хамоват, но элегантен, способен любого втоптать по уши в какашке, что иногда и проделывает из чистого любопытства. Барин во всем. Партнеру недвусмысленно дает понять, насколько офигительное счастье пришло к нему в виде льва и требует к себе соответствующего обращения. Не против, если в быту его зовут просто Всевышний. Верный, впрочем, друг. Любит дарить дорогие и ценные подарки. Любит пожрать, поспать и потрындеть. Из-за чего часто дружит с близнецами. Невыносим в больших количествах, если вы дева, рак или рыбы. Дева. Что можно сказать о знаке, когда за меня все уже сказала сухая наука? Дева – самый жесткий и бесчеловечный знак зодиака. По данным международной статистики, больше всего маньяков-психопатов произрастает как раз из дев. Эта личность способна ласково улыбаться тебе, а в голове рисовать упоительную картину твоих кишок, привязанных к люстре. Выдам вам тайну. Все маленькие девы в детстве планируют стать черными властелинами планеты. А когда вырастают, становятся просто бессердечным монстром и отравляют своей эпидентичностью и любовью к закону и порядку существования буквально каждому, кому повезет жизнь с девой на одной территории. Жена-дева – это та тетка, которая заправляет тебе кровать, когда ты в три часа ночи встаешь поссать. Мужчина-дева – самый страшный учитель математики, которого вы можете себе вообразить. Трахается по расписанию, потому что во всем должен быть порядок. Причин своих поступков никому не объясняет. Виной тому, опять-таки, вынесенная из детства манья величия. Впрочем, может впасть и в другую крайность. Не в грош себя не ставит. И вообще, каждодневно изображает из себя жертву и агнца, чем задалбывает окружающих до страшного. Вообще, кстати, любит сыграть на нервах близких и начать страдать на публику. Причем, гадина сама обычно верит в свои страдания, отчего начинает болеть и чахнуть. В быту полезна, потому что знает и умеет множество всяких фишек. Выучила, пока планировала стать черным властелином. Вообще, жить с ней можно, если тотально абстрагироваться и убрать из дома оружие. Весы. Коротко, эстет фигов. 7 пятниц на неделе, а туда же. Пасо о святое искусство. А ведра мусорного за собой вынести не догадается. Не до того. Всю сознательную жизнь мечется в поисках светлого идеала. Поэтому времени на то, чтобы научиться готовить или пришивать пуговицы, не находит. Любит принарядиться. При этом задалбывает всех окружающих, выбирая между вон тем с перламутровыми пуговицами и вон этим с шелковой отстрочкой. Не дурак сходить налево. При этом может иметь постоянного партнера и объяснять измены тем, что душой он всегда верен единственному. А тело – это так, суть, прах зловонный. В общем, это еще тот гондон. Гоняется за душевным равновесием, которое для весов в принципе недостижимо. Потому что гулящая натура всегда перевешивает высокодуховные идеалы. Как и все нерешительные ушлепки, зачастую мучаются нервическими болезнями, вроде псориаза и гастрита. Завислюб, но не злобен. Склонен подставлять задницу, причем делает это исключительно из мазохистской любви к человечеству, а не с целью что-то заполучить. Выглядит обычно нежным и печальным. Пробуждает опасное желание приласкать и взять под крыло, чего делать не стоит ни в коем случае. Потому как мозг весы умеет выносить лучше всех остальных знаков, вместе взятых. Находится в постоянном когнитивном диссонансе между реальностью и желанием, потому что лох. Скорпион, ебар-террорист. Когда ебать некого, начинает ебать мозг. Как правило, себе самому. Постоянно фонтанирует всякими бредовыми идеями. Само влюблен до усрачки. День-деньской готов пялиться в зеркало на свое отражение. И с умильной лыбой констатировать, что краше в мире точно нет. Истерик. И даже не стесняется этим бравировать. В жизни интересуются только еблей и собой. На крайняк людьми, которые им интересуются. Добродушен, если не пытаться занять у него бабло. Деньги, кстати, любит почти так же, как себя самого. И умеет их зарабатывать. Скрытный. Сил нет никаких. Вытащить из скорпиона инфу, которую он не хочет разглашать. Практически так же трудно, как выдать замуж 50-летнюю девственницу. Двуликий Янус. Постоянно мечется между высокими идеалами и желанием сделать кому-нибудь падлу. Желание и умение прошибать лбом стену может сравниться только с Овном. Цели зачастую выбирает такие же дурацкие, но из принципа не отступится. Стоически переносит всю жопу, которая перманентно с ним приключается. Потому что знает, заслужил. В целом производит впечатление бармаглота. Страшный, громкий, грозный, но в душе истинный шушпанчик. Стрелец. Стрелец – это еще один зодиакальный пипец. Личное мнение стрельца – обязательно стать истиной в последней инстанции для всех, ненароком оказавшихся неподалеку. Высказывает его охотно, часто и даже тогда, когда ему настоятельно советуют этого не делать. И вообще грозят разбить за это морду. Искренне недоумевает, если на него за это обижаются. Вообще, очень везучий по жизни знак, что несколько компенсирует постоянное отсутствие у него бабла. У стрельца, несмотря на склонность к обличительным словесным поносам, обычно много друзей, которые его убогого подкармливают и обогревают. А все потому, что он ловко умеет прикинуться пузькой, особенно когда рот занят жратвой. Основной недостаток никак не может заткнуться, рассказывая всем правду обо всех. Поэтому способен ляпнуть лишнее, за что опять-таки частенько бывает бит. Склонен ко всем формам наркозависимости, а также к религиозному фанатизму, что по сути одно и то же. Добрый, но фиг это сразу поймешь. Козирог. На первый взгляд унылое говно. Девиз у Козирога такой. Как бы фигово мне не было сегодня, завтра наверняка будет еще хуже. Маскируется под бодрячка, чтобы не отгребать за мрачное выражение лица, но все равно отгребает. Счастье Козирог постигает только одним способом. Работает как проклятый. Бездельничающий Козирог – это мертвый Козирог. Если лишен возможности работать, все равно будет придумывать себе кучу странных занятий, потому что без дела Дзена Козирогу не достигнуть. А Козирог, не достигнувший Дзена – это рак. Оно вам надо? Сначала кажется кротким и даже ручным, но при первой удобной возможности впендюрит вам поджопник своими корявыми рогами. С особым удовольствием проделает это, если вы близнецы или лев. Эти знаки терпеть не может за неподобающую статусу игривость. Хитрожопый. Скупой, но не всегда. Лучше всего себя чувствует в обнимку с денежным мешком. Любит подкалывать, не может остановиться даже тогда, когда ситуация накаляется, но делает это так умело, что сам офигевает, когда выходит сухим из воды. В общем-то, не пакостник, хотя и выглядит таковым. Выборы партнеров руководствуются в основном здравым смыслом и расчетом, поэтому в семейной жизни счастлив, как никто. Водолей. Особые приметы. Всем, ну абсолютно, каждый падли нравится. Как пресловутый червонец, по части потрындеть составляет достойную конкуренцию близнецам. Общаться даже с незнакомой компанией рвется, как моряк дальнего плавания в квартал красных фонарей. Выглядит всегда слегка сдуборухнувшим, причем именно этим и завораживает. Легкий флёр шизанутости придает водолеям необъяснимое очарование, которое притягивает к ним глупеньких восторженных фанатов. Даже если в жизни водолея все идет через жопу, умудряется раздавать окружающим советы, которые работают. При всей видимой и осязаемой пушистости и офигенности потенциально великий преступник. Всегда аферист, пусть только в мечтах. Не существует водолея без уголовщины в темном прошлом. Закон нарушает совершенно без угрызения совести и даже, не побоюсь этого слова, с наслаждением. При этом отлично понимает, в отличие от тех же близнецов, что поступают некошерно. Но клал на это. Внешне похожи на помесь безумного шляпника Смерлин Монро. Рыбы. Рыбы бывают двух сортов видов. Офигевшие в собственной беспринципности исчадия ада и верные, истинно добрые, с непоколебимой моралью ангелы. Причем мерзким рыбам, как правило в жизни, все прощают. Тогда как ангелоподобные рыбки-мученицы раздражают обывателей недосягаемой святостью. Блядовать могут по-страшному. Причем поймать рыбу на блядстве или заставить ее в нем признаться сложнее, чем увидеть морщерогого кизляка. До последнего вы будете глядеть ей в честные, полные слез глаза и верить, и верить. Бездушные гандоны. Никаких моральных принципов. Склонны врать по-черному. Причем тогда, когда вроде бы и незачем. Нагонять туману и вообще вводить людей в заблуждение. Но на рыб нельзя за это обижаться. Адские муки совести у них – обычное дело. Причем мучаются иногда до кучи из-за того, чего не делали. Склонны идеализировать людей, а потом обижаться на них за то, что те оказались мудаками. Могут ни с того, ни с сего начать мстить миру вокруг. Трогательны в своих иллюзиях. И даже когда оказываются падлами, их все равно невольно. Прощаешь за глобальное неумение жить в нашем материальном мире.